Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о травах и травничестве. Спасибо Ольге за ночной вопрос. Смотрите, когда в нашем социуме речь идет о травах, даже врачи, даже профессиональные медики, они относятся к травам как к травкам. Вот попейте эту травку, им назначают комплекс лекарств каких-то таких убойных, а это травка, это вот ерунда, которую вы можете хлебнуть. И люди точно так же относятся сами к себе. Они там набрали травы какой-то, накидали, накидали, и говорят, ну вот это, почки не отвалятся, печень не отсохнет, ну и прекрасно, да, я этого хлебну в себя, залью, мне будет хорошо. Всегда ли хорошо, и всегда ли травы это травки? Конечно, если сравнивать с действием тех же самых антибиотиков в период воспалительного заболевания, антибиотик раз, вынес печень, почки, кишечник, все подряд, убил все, да, и после этого режим тела самовосстановления включает, и это все отрабатывает, ненужное выводит, то, что надо, самовосстанавливает. В итоге человек здоров. Но симптоматику, когда, например, у человека было воспалительное заболевание, да, там сопли, насморк, температура и все остальное, раз, любой воспалительный процесс, антибиотик подчистил, да, и человеку хорошо. И он говорит, вот медикаменты работают, а трава, она не работает. Потому что если взять траву с антибиотическими свойствами, то она не вынесет вам печень, почки и кишечник. Она как-то так медленнее, но плавно отработает, но она решит те же самые проблемы, но в гармонии с вашим телом. И вот, когда вот эти вот представления, которые есть в нашем обществе, они доминанты и включаются, то зачастую даже травники, идя в стереотипе, в шаблоне, они начинают людям рекомендовать, там, вот, на тебе пучок травы, как корове, да, а ты его как-то приготовишь, как-то жуешь, и тебе хорошо будет. Из-за этого отношения, у меня тоже, я не скрою, было такое отношение, ну, что такое травки, да, ну, поизучают, там, ну, это же прекрасно, можно походить, пособирать, летом удовольствие получить, там, все равно, что на природе, где-то там, на речке торчу, пока муж рыбу ловит. Но, понимаете, когда я начала углубляться в эту тему, изучать, у меня, ну, сказать, что волосы шевелятся, они у меня не так часто шевелятся, но то, что дух захватывает, это да, это невероятная глубина. Это как смотришь с вершины горы, и ты видишь невероятные возможности, и вообще все то, что есть у нас в социуме, оно как-то перевернуто, переврано, да. Ну, давайте вот просто по порядку. Есть разные такие вуали информационные, да, как говорят суфи, 40 вуалей, 40 информационных пластов. Вот первый пласт, когда вы можете зайти, почитать о траве, ее химсостав, как она применяется, как она выглядит и так далее, где собирать. Все есть в интернете, пожалуйста. Но, если вы даже просто, прочитав в интернете, придете и начнете искать ее в поле, уже отличить ее от интернетовской картинки, уже потребуется интеллект, да. Потому что она не всегда выглядит так, как на картинке, не всегда растет так ожидаемо, как вы. А потом вы смотрите, а у этой там вдруг растет рядом, но у этой пять лепестков, а у этой, у этого цветка четыре лепестка, да. Какой из них тот? А какой запах? А какой вкус? И начинается неразбериха, да. Это вот только первая часть, которая уже отличие интернета и живой деятельности. Ну ладно, вы знаете, как выглядит. Вы перебрали руками, вы научились работать с моно-травой, да, с моно. Вы научились делать масло, настойки, там все вот эти вот вещи. Отработали это травой, и она кажется родная вам и живая. Вы ее уже чувствуете. А потом оказывается, что травы-то при взаимодействии друг с другом работают по-разному. И особенность травы в том, что она видит, это же сознание, это же живое сознание, она не делит человека на печени, почки, да, она работает комплексно. Она работает комплексно со всем организмом сразу, и она работает с психосоматикой. И смотрите, какая глубина раскрывается. Нету двух людей, у которых была бы одна и та же причина одного и того же заболевания. Вот выглядит одинаково, а содержание разное внутри. И когда начинает работать трава, там точно так же. Вот смотришь на человека и понимаешь, вот этому человеку надо увеличить какую-то дозировку, а этому человеку надо убрать. Вот совсем недавно мы начали, вот два года я уже учусь у Елены Викторовны Наумовой, и если раньше был разбор больше трав, такие углубления, химсоставы, как работают, как заготавливать и так далее, то вот последний семинар, он был вообще умопомрачительный, мы начали учиться составлять сборы под конкретные, даже не заболевания, а под конкретные жалобы клиента. Например, клиент жалуется на повышенное давление, да, или клиент там проблема с желудком. И мы начинаем рассматривать, как вообще это может рождаться в теле, где, как, что должно уже накрыться, да, выйти из строя, чтобы это заболевание проявилось. Потому что у нашего тела просто невероятная степень прочности. Оно очень много психосоматики отрабатывает само, невероятно много. Но если уже идет переполнение и пошло заболевание, особенно если это заболевание хроническое, значит, все, передоз где-то в теле, уже не гнется, уже ломается, понимаете. И тогда надо смотреть, где ломается. И зачастую, вот, например, вот на этом семинаре мы рассматривали, как атрофия желудка связана, и как она уходит корнями в гемгиом и в печени, да, как эти вещи, процессы связаны, как это отражается на почках, как это отражается на сердце, как это отражается на всем организме человека, понимаете, на кишечнике, на поджелудочной железе, на селезенке и так далее. То есть все вот эти вещи рассматриваешь, как они работают для того, чтобы составить один сбор под конкретного человека. И уже когда составляешь этот сбор, смотришь, какие дозировки, как, что лучше, что хуже, где, какие анализы должны быть. Представляете, какие объемы информации. Здесь мало того, что ты должен быть врачом, ты еще должен быть фармацевтом, ты еще великолепно должен просто знать анатомию, ты великолепно должен разбираться в биологии, что, как работает. Я когда, у меня никаких этих образований нету, понимаете, и я когда начала изучать с приходом, типа, это травки, травки, да, вот травки у меня были два года назад. А сегодня я понимаю, травы это значительно круче, чем все то, что есть в аптеке. Потому что все то, что есть в аптеке, оно рассчитано на точечное действие. Вот тебе надо убрать симптоматику из какого-то органа, и оно закрывает эту симптоматику, но при этом оно разрушает печень, почки и все остальное. А когда ты заходишь с травами, ты ищешь первопричину, и там уже выясняется, что параллельно с травами человеку надо прорабатывать его систему ценностей убеждений. Там надо залазить в его установки базовые, да. Там надо находить, как эта установка прописалась в его теле. Можно почитать, узнать, он на эту тему хорошо пишет. Вот. И когда вы начинаете вот уже в эти вещи влазить, то там, оказывается, там же под этими установками еще будут сокрыты энергетические ресурсы, программы могут быть еще и родовые, и кармические, и так далее. И это вдруг все то, чем мы занимаемся в инфодайвинге. Понимаете? И это вот такой вот симбиоз, который помогает быстро восстанавливать тело, имея материальные, физические, фармацевтические методы. Да? Уже трава, это уже материальное проявление, это уже химические вещества, это уже прямое воздействие на физическое тело. И параллельно заходя с точки зрения подсознания. И это заход комплексный со всего тела, когда человек не делится на часть, когда человек целостен, когда он един. Это опять-таки мы говорим о той целостности, которая необходима для субъективного восприятия. Без нее, без нее, без этой целостности не будет никаких фокусов магических в жизни, не будет никакого духовного развития, если хотя бы часть ответственности вынесена в себя. И когда начинаешь уже говорить о лечении человека, да, или о целительстве, о целительской работе с человеком, то тут получается, что духовное целительство, да, души его, оно первостепенно в любом заболевании. Травы – это невероятное дополнение. И видите ли как? Можно, конечно, классно возложить ответственность в данном случае на травника, точно так же, как в объективном восприятии, на врача. И сказать, я к тебе пришел, а ты меня не вылечу. Но где-то до целостности. И куда тогда уходит ответственность? А кто выбирает, жить ему или не жить? Кто выбирает, как ему жить? Манипулировать ему или не манипулировать? Быть в высоких энергиях или в низких энергиях? Это разделение. Вот это о целостности, господа. И тогда надо ответственность всю взять на себя. Когда мы все берем на себя и переходим в субъективное восприятие, кто тогда собирает травы? Кто тогда делает сборы? Кто тогда несет ответственность? Кто тогда исцеляется? Правильно? Правильно, сам человек. А травник тогда является тем указателем, который помогает ему быть здоровым. Видите, это все об одном. Все равно весь мир, вся реальность строится в голове самого человека. Так или иначе, человек приходит к самому себе настоящему. Так или иначе, человек берет на себя ответственный за свою жизнь. Без этого, без этого, какое здоровье? Элементарный пример из жизни, когда звонит человек и говорит, что ему нужна помощь, что он тяжело болен, пожалуйста, дайте, помогите и так далее. И не успел он проговорить, когда у человека начинаешь цеплять о том, что смотри, вот есть люди, которые помогут тебе раскрутить психосоматическую составляющую. Даешь контактные телефоны. Человек даже позвонил, даже поговорил, а потом говорит, да ерунда это все, чушь собачья. Ну что значит, я посижу, поговорю с ним и повторю какие-то фразы и сделаю там какие-то вещи. Это все ерунда, это чушь. Мне дайте лекарства и побольше. Ну дорогой, тогда в больницу и на кладбище. Ну какие варианты? Это же выбор человека. Вы же сами выбираете, во что вы верите, во что вы не верите. А почему вы выбираете, во что вы верите, во что вы не верите? Потому что вам выгодно. Даже под этим делом уже сокрыта вторичная выгода. И мне очень нравится наш круг. Я очень благодарна молодому человеку Кириллу, который принял тогда участие и сделал запрос, когда он сказал, не верю я в это, не верю. И мы тогда вот это неверие в течение часа раскрутили в круге. Я специально полный сеанс выложила в интернет, чтобы видно было, сколько программ, сколько убеждений и сколько энергии под этим было сокрыто. Потому что верю, не верю, это выгода, вторичная выгода, которая скрывается под этими верю, не верю. И там будет и физическое тело, и физическое здоровье, и физическое проявление в жизни, и отношения, и успех в бизнесе и так далее. Потому что энергия, она покрывает человека целостно. Нет такого, что энергия работает, например, со здоровьем, но не работает с отношениями. Нет. Она если идет, то идет. Она идет везде. Есть перекосы, но дальше это все работает целостно. Человек – это гармоничная структура. И миром правит гармония, гармония, целостность. И когда человек приходит к себе настоящему, к себе искреннему, у него уходят заболевания, у него уходят претензии к жизни, и в жизни наступает спокойная, тихая радость и кайф. Кайф от того, насколько божественно прекрасна эта жизнь, насколько божественно прекрасна игра. И это чушь, что мы приходим сюда страдать. Мы приходим играть, играть в любовь и в удовольствие, и с любовью, и с удовольствием. И окружаем себя именно такими декорациями и создаем те субъекты реальности, которые действительно помогают нам ловить кайф от этой жизни. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok